Всем привет! Меня зовут Ольга Копоненко и я рада приветствовать вас у себя на канале. В прошлом видео мы с вами разговаривали про адаптацию детей в детский садик. Если тема для вас актуальна до сих пор, просьба переходите по ссылке снизу. Ну а сегодня речь у нас пойдет о том, как правильно и грамотно составить детский гардероб для своего малыша в детский садик. Если у вас есть цельный совет, дельные рекомендации или просто замечания по этому видео, большая просьба озвучивать их в комментариях снизу. В первую очередь одежда для малыша должна быть комфортной и соответствовать температурному режиму. Не поленитесь воспитателя уточнить, какая температура внутри группы и проконтролируйте погоду на улице. Беря во внимание вышесказанное, малыша оденьте так, чтобы ему было не жарко и не холодно. Второй немаловажный критерий – это удобство. Одежда должна быть удобна не только для малыша, но и для воспитателя. Для малыша она должна быть удобной таким образом, чтобы он мог легко себя раздеть, разбуть, либо одеться. При этом, если он это делать не умеет, чтобы он этому легко обучался. Но и для воспитателя она должна быть удобной по тем простым причинам, что воспитателю перед прогулкой приходится одеть не одного малыша, а целую группу. Поэтому, если перед вами стоит выбор, какую кофту верхнюю одеть для своего малыша на молнии, либо же на пуговицах, лучше отдать предпочтение молнии. С ней меньше возник, как у ребенка, так и у воспитателя. Она легко расстегивается и застегивается. Что нельзя сказать про пуговицы. Кроме того, обращайте внимание на то, чтобы молния всегда была в исправном и рабочем состоянии. Если речь идет о штанишках, то в первую очередь штанишки должны быть по длине. То есть не быть слишком короткими, но не слишком длинными. Говоря о верхней части, лучше отдать предпочтение либо резинке, либо липучке. Избегать лучше всего шнуровки и джинсов со сложными застежками. Самое относится их к шурчикам. Отдайте предпочтение тем шурчикам, которые идут сверху на резиночке, либо на липучках. Покупая футболку, либо же регланчики, то есть кофточки с длинным рукавом для своего ребенка, обращайте внимание на то, чтобы горловина, через горловину легко проходила голова вашего ребенка. Очень часто покупаешь футболку, которая сидит на ребенку отлично, но голова очень тяжело пролазит. Лучше всего отдать предпочтение тем кофточкам, горловина которых регулируется с помощью вот таких вот застежек. Если вы переживаете о том, что вещи вашего малыша потеряются в группе, вы можете использовать маркировку в виде именных ярлычков, нашивок, наклеек и тому подобное. В интернете просто масса вариантов. Честно сказать, со своего личного опыта мы такой маркировкой не пользовались. Если она что-то и терялась, мы легко озвучили это воспитателю, а уже воспитатель находился среди вещей остального ребенка. Если вы же в своем шкафчике обнаружили чужую вещь, вы тоже можете легко озвучить воспитателю. Она уже найдет хозяина или владельца. Ну а теперь давайте рассмотрим, какой детский гардероб у нас получился в наш детский садик, в зависимости от времени года. И отдельно еще мы определим внимание обуви, в которой ребенок должен идти в детский садик. Вот так приблизительно выглядит наш летний гардероб. Как правило, он состоит из футболочек, шортиков, трусиков, которые мы надеваем на подгузники. Мы дело в том, что еще ходим в ясельную группу и горшку, только приучаемся, панамку, сандалики. И, конечно же, если утро выдалось прохладным, и сверху футболочки одеваем бомбер. Если говорить о количестве, то футболчик у нас, как правило, 7-8 штук и шортиков 5-6 штук. Когда речь идет об обуви на летний период времени, то в садике категорически запрещаются вот такие вот кроксы. Поэтому детки все одевают сандалики. Желательно, чтобы сандалики легко регулировались и удобны были в использовании. То есть, в нашем случае, например, они идут на липучках. Кроме кроксов, в летний период времени нам запрещают также одевать на ребенка вот такие вот шлепки. Поэтому перед тем, как покупаете одежду или бобу для садика, уточните, будет ли она для него пригодна или нет. И вот так вот приблизительно выглядит гардероб в остальное время года. То есть, весна, осень, зима. В зависимости от этого, вам снова-таки не обойтись без штанишек, регланчиков, более такого вот теплого на флизе и что-то полегче. Понятно же дело кофточек с длинным рукавом, комплекта внешнего белья, маечка, трусики и на ножки, носочки и обувка. Если же мы имеем теплую осень и весна, то мы обойдемся вот такими вот ботиночками на липучках. Либо же, когда это глубокая дождливая осень, то нам не обойтись без кожаных ботиночек, которые тоже-таки идут на липучках. Очень удобные и комфортные. В этом виде отсутствуют тапочки, в которых ребенок бегает по группе. К сожалению, сейчас не на моем ребенка, а он в садике. Поэтому у них форма такая вот, как у этих вот ботиночек. Правда, материал гораздо-гораздо легче. Если видео для тебя было полезным, рада видеть у себя на канале. Всем хорошего настроения. Пока!